Это видео предоставлено Министерством внутренних дел Таджикистана. На нём задержанные в ходе спецопераций. По информации МВД страны, они причастны к нападению на отряд милиции в Тавильдаринском районе. В той перестрелке погиб один из оппозиционных полевых командиров времён Гражданской войны, Мирзози Йоев. Задержанный ранее спецслужбами, он по официальной версии собирался показать милиционерам схрон с оружием. В ходе операции под руководством КНБ и МВД в ущелье Сурхоп на группу сотрудников было совершено нападение неизвестной вооружённой группировки. В результате Мирзози Йоев погиб. Несколько сотрудников правоохранительных органов и Комитета госбезопасности были ранены. В стране официально проходит спецоперация правоохранительных органов по борьбе с наркоторговцами МАК-2009. Эксперты же считают, что это скорее действие правительственных сил по ликвидации вооружённых группировок. По данным следствия, Мирзози Йоев мог стать посредником в переговорах правительства с ними о сложении оружия. Предположительно, переговоры должны были пройти с Нигматом Азизовым, который, по сведениям таджикских спецслужб, является членом исламского движения Узбекистана. По словам задержанных боевиков, он собирал их для борьбы за власть. Нигмат нас позвал и сказал, ребята, есть для вас одно дело. Вы жители этой местности, так что помогите нам справиться с чужаками. Пришли иностранцы и хотят посеять смуту и раздор в нашем районе. Я сказал, мы поможем только при условии, что ответственность нести не будем. После недолгого затишья в стране вновь появилась информация о вылазке боевиков. По неполностью подтвержденным данным, в 130 километрах к востоку от Душанбе, в Нурабадском районе произошло столкновение вооружённой группы с силовиками. В ходе перестрелки уничтожены пятеро боевиков. По неофициальным данным, все они являлись гражданами России, выходцами с Кавказа. Ранения в том бою получили и пятеро силовиков.